И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня мы находимся на нашем специальном спецзамечательном аккаунте. И у нас появилось в гараже вот такое вот замечательное устройство на Изи-Еду, которое называется вампирские нано-боты, нано-роботы. Попробуем сегодня их потестить, посмотреть, насколько жестко работает данное устройство в боях. Играть будем на Викинга Изиде, защитник дрон. Сегодня у нас пятница, 30-е число. Сегодня у нас изменения с расходкой в матчмейкинге, поэтому будет очень интересно посмотреть, насколько жестко будет показывать себя данное Изи-Еда и вооружение в целом. Кто не знает, это устройство отключает лечение Изиды, дает возможность самая хила, то есть вы сами лечите себя, когда бьете по противнику, но и при этом в всем раскладе у вас нет критического урона на Изиде. Соответственно, меньше шанс дополнительного дэмэджа, но при этом вы лечите самого себя, и посмотрим, насколько жестко это все дело будет работать в такой комбине, как с Викой Изидой. Может быть, грамотно как-то еще попробуем попрожимать овердрайв, и посмотрим, что из этого всего у нас в бою выйдет. Начинаем бить. Хилл довольно неплохо работает, но и пока что противник бил по мне, у меня хп-шка даже не слетала, баллона не так уж и много, соответственно, скорее всего, у противника будет возможность быстрого моего уничтожения, но вот когда бил двух противников, там хп-шка сохранялась полноценно на фулл хп, то есть, в принципе, возможно, это будет очень неплохо работать. Но ладно, пока об этом говорить, наверное, еще рано, пробуем пока что играть на дэмэдж, и смотреть, что из этого всего у нас там будет получаться вместе с вами. Так, одного сливаем, второй меня сразу быстро добивает. К сожалению, лак какой-то серва происходит, который у нас сейчас очень часто встречается в матчмейкинге. Ну и, к слову о данном устройстве, могу сказать то, что Орех в свое время говорил, что никогда в жизни такого устройства в танках не будет, не планируется, но, как вы видите, оно у нас сегодня на основных серверах уже полноценно появилось. То есть, как бы уже верить всем этим словам, но это уже ваше право, верить или не верить. Ладно, пока что я не скажу, что что-то гениальное получается, меня немножко респит. Да, кажется, что вроде как где-то дэмэдж залетает неплохо, и вроде как сам ахил работает, но, по сути, это очень слабый сам ахил, там по 40, я так понимаю, 40 хп в секунду летит, и по итогу на практике получается не такое большое количество хп. Поппер хочет меня чпокнуть, давайте попробуем на хиле отыграть, да, изиды, видите, не лечат. Габелла, короче, такая не очень прикольная, то есть, по сути, функция самой изиды выключается с этим устройством, и оно же не так себя шикарно показывает. Может быть, где-то в каких-то определенных режимах один на один на перестрелках это будет работать, но на дистанции, при большей динамике, я думаю, что это реализовать будет крайне тяжело. Но посмотрим, посмотрим. Пока что это только первый бой, и то половина только его. Может быть, сейчас что-нибудь поменяется, и я скажу, что это вообще бомбическое лучшее устройство в танках онлайн, которое когда-либо было вообще в принципе. Ну, скорее всего, конечно, такого не будет. Но пока как-то так. Очень смутно все идет. 6 киллов, я на защитнике, да, с бустером я думаю, что нет никакого смысла играть. Хотя можно было бы, наверное, попробовать, но не хочу, считай, сегодня. Хочется пожить больше на изиде. Попробовать за счет этого реализовать свою комбинацию. Его просто прыгает вниз. Неплохая реализация, да, своего вооружения. Ну, и, конечно, против... Конечно, против хопперов тяжеловато на изиде играется. Присосаться, ну, не так просто, да. То есть, с непривычки так вообще. Габела. Неудобно играть против хопперов. Я не играю практически вообще на изиде, и для меня это, ну, наверное, не самая актуальная и интересная пушка. Противник байтит. Да, хочет. Хочет у меня слить. В принципе, ничего удивительного, на этом плане, наверное, нету. Точка мы захватываем, но... С критом, конечно, погибает танк очень быстро, при том, что у меня есть 50% резиста, но как-то они, если честно, особо не чувствуются, эти 50% мой резист. Как-то очень быстро меня сливают. Очень большая дамач влетает. Ну, хп бывает вот сейвит. О, подождите, по 2 урона? Ой-ой, по 2 хп хилил. Только что, видели? А говорят, не хилит. А говорят, не хилит. А оказывается, по 2 хп-то хилит. По целых 2 хп хилит. Поэтому... Обманули. Ну, ладно, это уже там. Это все. Утки. 2 хп, конечно, это, можно сказать, ноль. Ничего там дополнительного нету такого интересного. Можно, наверное, попробовать эту эзиду поиспользовать с харьком. Может быть, с харьком она себе будет как-то интереснее показывать. На викинге не сказал бы, что актуально, да. То есть, как-то... Как-то быстро меня чпокует. Хп-шка особо сильно не прибавляется. Хотя там в начале вроде как показывало себя не так плохо, да. Ну, если сравнивать, например, эту эзиду с тем же адреналином, то я думаю, что адреналин себя при всем моем уважении к другим устройствам покажет лучше, да. То есть, там как бы есть смысл. И при каждом понижении вашего здоровья вы будете наносить большее количество урона. Если вы наносите большее количество урона, то, соответственно, вы там разваливаете по конкретному, Вася, конкретному. Поэтому... Здесь, ну вот, просто, да. То есть, как хопера в хоре-жига. Это вообще до свидания. То есть, дамаг очень лютый летит. Я, например, на века-изе вообще ничего не могу сделать против такого сочетания. Даже при том раскладе, что у меня есть броненосец, который якобы сейвит меня от критов. Но все равно дамаг летит очень большой. И шанс выжить в такой ситуации крайне маленький. Но есть моменты, когда вы все-таки можете подержаться по хп, да, и за счет этого лечения хотя бы немножко себя посейвить. Да, но вам надо забывать, конечно, про то, что вы можете лечить своих союзников. Катку мы выигрываем, 13 киллов я набиваю. То есть, ну, не сказать, что много, да. Может быть, на какой-нибудь CTF-очке. Сейчас попробуем скатать. Это Изида себя покажет намного лучше. Но, что касаемо такого боя, то, в принципе, другое устройство бы показало бы себя лучше, да. То есть, например, тот же самый адреналин, как я сказал. Поэтому здесь уже право выбора ваше. При том, что это устройство падает только с ультраконтейнеров. И те ребята, которые, может быть, планируют его выбивать, я думаю, что вам этим тесты что-то покажут определенное. Сама механика, понятное дело, прикольная. Она всегда была прикольная на Изиде, когда она вампирила и давала себе здоровье. Как по мне, именно этим моментом эта пушка была актуальна всегда, да. Поэтому возможность возвращения с таким устройством это неплохо, но нужно понимать, что это устройство падает с контейнеров. Соответственно, оно будет очень у маленького количества игроков вообще в принципе иметься. Соответственно, ну такое, 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 если дело. Ладно, давайте попробуем выиграть бой. Надеюсь, что у меня получится это сделать. Первый флаг можно было бы уже поставить, попробовать, если бы не налетело большое количество противников. Пробуем сейчас увозить. Отхилил себе где-то не такое большое, конечно, количество хп, но чуть-чуть подсейвил. есть сейчас возможность доставки. Викинг овердрайв не прожимает доставочку первую. Оформляем. Соответственно, уже не так плохо, да. Но здесь надо делать на акцент исключительно не на уничтожение противники, да, как таковом, а на том, что вы можете за счет вот этого хила себя удерживать в бою. Да, и вот, например, в этом бою пока что неплохо себя показывает зида, да, то есть я вот дамажу, видите, хоп-хоп, смотри, смотри, сколько хп. Пока бил одного, у меня было где-то 4 пятых хп, я себе одну пятую хпшки просто нахилил, да, то есть тут викингарик меня подамажил, но по сути все, что он дамажил, я все себя захилил тоже, то есть неплохая тема в этом плане. Прикольно, 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 но килов, конечно, много ты себе таким устройством не дашь, да, то есть это тоже надо держать в голове. Ладно, пробуем, пробуем выигрывать, не знаю, получится у меня или не получится этот боечек сейчас затащить, пока что как-то, ну, не сказать, что что-то получается, прожимаю здесь жестко, прессует пока что меня, можно было бы, конечно, поменять резы, ну ладно, не буду этого делать, оставлю я уже такие, как есть, попробуем сейчас зайти дернуть, я забываю периодически, что я на защитнике, где-то можно было бы нажимать метрулечку, молок хочет меня слить, неплохо нахилил, шафт промахивается, ну и попробуем на центрик, дать у вас, рож, один, второй, кп-шку себе почти всю восполнил, и теперь можно уже полноценно ставить, неплохо, неплохо, можно даже попробовать может быть даже досручечку сделать, сейчас попробуем залетить, залетит, и кенга молот, видите, дэмэджа нанес, не знаю, сколько залетает, если честно, когда он так кидает своего дуплета, но, так вот, хоп, и хп-шечку себе, завампирил, пловую, неплохо, неплохо, попробуем еще один увозить, видите, жалко, что только тиммейт нельзя подлечить, еще бы так, хоп, тиммейт, как бы подликать, и противничек бы подольше бы пожил, ой, вообще великолепно было бы, но чуть себя нахилил, нахилил все равно, все равно нахилил, и доставил, неплохо, но уверенным, неплохо, но уверенным, хорошо, отработал, попробуем, еще, давай, 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 хильчика, хильчика, работаем, работаем на хильчик, ай-яй-яй-яй-яй, чуть-чуть бы, еще бы, добрал бы, в принципе, и так неплохо держит, да, и те, в CTF себя показывает, намного интереснее это устройство, на ЦП, не сказал бы, что оно актуально, в CTF уже, пободрее выглядит, пободрее, так, там пытаются увозить, Гаусс прожимает овердрайв, так, можно было попробовать, вот, если бы он бы не отъезжал, к нему присосаться и проверить, сумел бы я бы выжить или не сумел бы, выжить, но самое интересное, это проверять, наверное, на каких-нибудь мамонтов, да, то есть, мамонта жрешь, ну, смотрите, смотрите, я фулл хп себе вернул, не, нормальная тема, нормально, уверенная, уверенная, давайте попробуем сейчас вот это еще скушать, по-быстрому, хоп, одного, хоп, второго, урон-то идет конкретный, конкретный урон идет, урон очень хороший идет, урон очень хороший, ай, жалко, сейчас аптечка была бы, может, еще бы успел присосаться потом, 4-1, 19 киллов, 19 киллов, очень неплохо, да, при том, что все эти киллы я делал в большинстве своем, ради того, чтобы у меня хпшечка оставалась, неплохо, 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 вот здесь вот я уже вижу намного больше смысла использования данной изиды, с этим устройством, да, то есть вот так, хоп, хоп, и до сих пор, ай, бомба, хотел сказать, до сих пор держусь, по-красивому, но, бомбочка меня накрыла, к сожалению, ладно, ладно, 22 килла, полторы минуты до конца, попробуем сейчас увести последний, ластовый флажочек в этом бою, если получится, будет вообще найс, если не получится, немножко неприятненько, конечно, будет, ну, давайте попробуем на хиллера поработать тут, чуть хильчика дать, теперь по центре попробовать вывести, чуть еще дал, через право, на аккуратничих, красиво, расходка, все есть, все четко, доставочка имеется, неплохо, неплохо, вот именно в таком режиме, я думаю, что эту изиду можно намного грамотнее, интереснее использовать, 23 килла, все флажочки я поставил, еще и 4600 за боечек заработал, поэтому, друзья, как-то так, да, я думаю, что с этой изиды можно пробовать и другие какие-то интересные комбинации, и его использование, но, вот вам один из вариантов, если кто-то выбил это устройство, можете по этому поводу написать, ну, и написать, что вы думаете по поводу этой изиды, является ли она имбой, неплохо ли она хилит, работает на свою хп-шечку, я бы сказал, что периодически она, ну, становится неубиваемой, да, если вас, например, бьет один противник, вы за счет того, что его бьете и хилитесь, получаете хорошую, хорошую дополнительную возможность дольше пожить, и при этом в всем раскладе еще и где-то уничтожить противника, флажочек лишний увести, ну, и за счет этого, как бы, ваши очки набираются, как бы, по-красивому. Как-то так, у меня, друзья, на этом все, если вам понравился данный видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать его лайком, подписываться на канал, если вы еще не подписаны, ну, а с вами был Мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи, и всем пока. Мистер Ванька.